Друзья, всем большой привет! Спасибо, что вы зашли к нам на канал. Начинаю свой новый влог. У нас сегодня пятница. И я хочу сегодня обязательно сходить в наш дом. Я там не была два дня. Все поснимаю, как нам поставили лестницу, как там дела обстоят с дверями. Их сейчас тоже устанавливают. Дети у нас... У нас сейчас уже будет скоро обед. Первая смена скоро приедет домой. Вторую только Сережа повез в школу. У нас Таечка с Машей учатся во второй смене. И они учатся с часу до шести. Читала комментарии. И вы спрашивали по поводу Леши, почему мы решили его перевезти в другую школу. Вы знаете, та гимназия, где сейчас все учатся, она очень хорошая. Она находится в центре города. У нас все детки учатся. Но много детей в классах. Вот у Леши в классе было 36-37 человек детей. И так как у нас Леша, он активный мальчик, в принципе, ему тяжело вот так вот долго сидеть. И когда в классе народу много, ну, как вам сказать, не очень вовлечен в учебу, что ли. И в итоге он приходил домой, что не понял в школе, мне приходилось ему объяснять. И я понимаю, что я не педагог. Вот объяснять даже начальные классы, именно объяснить мне сложно. Мне проще, когда с ребенком занимаются. И как-то мы ехали с Сережей в машине, и по радио говорили про вот эту школу частную. Причем она недалеко находится от той школы, где они сейчас учатся. И мне сразу понравилось, что там до 10 человек в классах. Мы сначала поехали вдвоем с Сережей, посмотрели школу. Там еще есть подготовишка. Хотим как раз Кристину туда отдать. И, знаете, вот эта атмосфера мне очень понравилась. И причем в его классе 6 человек. И я понимаю, что как раз-таки сейчас он будет очень вовлечен в учебу. И мы решили Лешу на один пробный день туда отвезти. Ну и посмотреть, что он скажет. И вы знаете, когда он приехал из школы домой, он был такой радостный. Во-первых, его всегда на уроках спрашивали. То есть он вовлечен в учебу. Во-вторых, они сделали там уроки. Погуляли, понятно, покормили. Плюс там же в этой школе, в частной, есть дополнительные занятия. Есть роботехника, есть самбо, есть какие-то еще кружки. Я сейчас не вспомню. Хореография для девочек. В общем, ему так понравилось. Я говорю, Леша, ну куда ты хочешь пойти? Опять в свою ту школу или все-таки переходим? Он говорит, переходим. Я думаю, ну, значит, ребенку там лучше. Кто переживал за Лешу, не переживайте наоборот. Мне кажется, где сейчас он учится, ему там гораздо комфортнее. На переменах они играют в настольные игры. У него там уже быстро появились друзья. Вообще он очень общительный мальчик. И главное, он очень добрый. По поводу Ксюши мы тоже еще думаем, будем переводить или не будем. Потому что она видит, что Лешу в другую школу. Она говорит, мам, я тоже хочу в другую. Я не знаю. Надо пообщаться с учителем. Ксюша у нас вообще девочка такая активная. Мы, кстати, ее тогда записали в школу на хореографию. Она походила где-то месяц или полтора. Она то петь хочет, то играть на фортепиано. Мы, кстати, ее записывали еще на фортепиано. Но почему-то места уже не было. В общем, я тут подумала найти на онлайн-сервисе профи преподавателя именно по фортепиано. Помните, когда мы жили в Москве? У нас Машенька занималась. Хорошо у нас шли занятия. Из-за того, что мы переехали, к сожалению, наш педагог сюда, конечно, не может приезжать из Москвы. Поэтому мы тогда прекратили заниматься. И я вот сейчас думаю опять найти на профи преподавателя по фортепиано и начать заниматься. На профи зарегистрировано более 2,5 миллионов специалистов по всей России. Можно найти и репетиторов, и логопеда для ребенка, и мастеров ремонта и красоты, юристов и многих других. А если вы сейчас в поиске проверенного преподавателя, который поможет подтянуть ребенку школьные предметы, или подготовиться к экзаменам, или развить творческие способности, очень рекомендую приглядеться к профи. На сервисе более 600 тысяч репетиторов по любой дисциплине, и можно найти как недорогого студента, который преподает в свободное время, так и преподавателя из ведущего вуза. Еще можно заниматься с репетитором неочно, а онлайн. Многие любят такой формат и не видят разницы в качестве обучения. А сейчас я хочу показать, как легко и просто я создала задачу для поиска учителя по фортепиано. Смотрите, на профи вы можете сделать это всего в несколько кликов. Описываем задачу, сроки и подходящий для вас бюджет. После этого ждем откликов и выбираем специалиста по рейтингу и отзывам. Все очень просто и быстро. Ссылочку на приложение я обязательно оставлю в описании под видео. Переходите, скачивайте профи и ищите репетитора, который подойдет именно вам. Ну а я сейчас пойду вниз, у нас там запекается курица. И когда будет тихий час, я хочу, когда будут все спать, чтобы нянечка была здесь с детками. Ну а мы с вами сходим в дом, поснимаю, как там лестницу нам установили. И завтра, вот завтра суббота, в субботу и воскресенье нам привезут уже кухню. Я так этого жду. И в среду, в четверг, будто ее уже устанавливается. Так интересно, как это все выйдет. Ой, но у меня какое-то почему-то внутреннее, знаете, ощущение, что будет какой-то косяк. Я не знаю, почему. Либо с размерами, либо с замерами. Ладно, так будет, так будет. В общем, пойду я вниз. Так, друзья, мы зашли в дом, наш тамбур, и идем вместе с вами смотреть нашу лестницу. У меня нет слов. Кто-то писал, что она у нас будет очень крутая. Нет, вы знаете, вот сейчас вместе с вами поднимемся. Я еще не поднималась. Совершенно нормально, не крутая. Мы, кстати, под лестницей еще запланировали кладовку, и нам ее тоже сразу сделали. Здесь вот так вот открываются дверки. Я, правда, потом ручки заменю на черные. Мы хотим на двери во всех комнатах, чтобы тоже были черные ручки. И вот такая вот кладовочка у нас. Будем здесь хранить наши заготовки, всякие баночки, закрывашки. Я видела на Пинтерест много идей с выдвижными ящиками именно под лестницей. Но мы не стали именно ящики делать. Нам просто сделали тоже здесь такие две дверки, чтобы отсюда было удобнее доставать. Потому что под лестницу туда идти не очень удобно. Отсюда взял дверку, открыл и взял, что необходимо. Как же она хорошо здесь встала. Правда, прям идеально. Мне, кстати, не верится, что недавно здесь ее даже не было. Вместе сейчас с вами поднимемся. Аккуратно. Скорее всего, вот эти светильники будут делать выше. Но это под вопросом, я не знаю точно. Здесь, кстати, очень большое окно, высокое. Так, поднимаемся с вами. Места много, кстати, хорошо. И вот мы уже на втором этаже. Класс! Вот так вот она выглядит. Вместе с вами сейчас первый раз вижу, смотрю. Слушайте, ну хорошо. Очень даже хорошо. Здесь, кстати, столько места. Ну, я говорила, что, скорее всего, мы сюда поставим шкаф. Я даже думаю, что сюда и два шкафа поместятся. В общем, будем думать. Место есть. Здесь довольно просторный такой холл. Я не знаю, квадратов 11, наверное. Надо посмотреть. Кстати, спрашивали, сколько у нас квадратов в дом. Он был 170 квадратов. Но из того, что мы сейчас увеличили террасу, тамбур, я даже не знаю, сколько сейчас. Ну, 200, наверное, квадратов. Не знаю. Жилой площади где-то 150, 150-160. Надо посмотреть по проекту. Я как-то в телеграм выставляла проект первого этажа и проект второго. Наша крыша прозрачная. Кстати, правда, видно, что творится на террасе, но не все. Но зрительница писала, что будет видно, да, и будет светло. Знаете, я хожу здесь, и так приятно. Кстати, в доме очень тепло. И сегодня Сережа говорит, сюда заезжал с Петей. Петя говорит, что здесь теплее, чем в нашем доме, где мы сейчас живем. За счет дерева, я не знаю, стены теплые, где мы сейчас живем. Вон, пеноблочные, холодные. Стены холодные. Забор, конечно, мы будем делать по весне, ближе к лету. Здесь вообще нужно по-хорошему территорию убирать. Землю завозить. Фокус куда-то пропал. Попросила, чтобы строители вышли, потому что я при них не могу ничего снимать. Ой, света нет. Ну, санузел я вам уже показывала, в принципе. Так, пойдемте с вами вниз. Мне теперь не страшно хотя бы спускаться. Очень комфортно. Я бы не сказала, что здесь узко. Совершенно не узко. Нам уже начали, кстати, устанавливать двери. Мы покупали в профидорсе. Это не реклама. Так, здесь уже пошпаклевали потолок и будут его красить. То есть он еще не покрашенный. Видите, даже окно открыто, и все равно, знаете, прям жарко. Я бы сказала, я вообще в комбинезоне. Вот двери. Еще будут устанавливать, понятно, все, коробка, все это будет. И хочется черные ручки. Мне кажется, будет очень стильно и хорошо. Да, подойдет. Двери, знаете, они не чисто белые, а теплые белые. Такого же цвета должна быть кухня, такого теплого белого. Интересно, как это все будет выглядеть, конечно. В субботу, уже завтра нам привезут кухню. И в четверг ее будут, в среду в четверг ее будут уже устанавливать. Вот наша гостиная. Но она больше, чем на камере. И вот я так смотрю. Сейчас мы так сделаем. Так, что вам еще показать? Пока больше нечего показывать. Наша шикарная лестница. Да. Кстати, на следующей неделе должны уже привезти технику. Кажется, 23-го привезут ее. А в понедельник нам должны приехать и устанавливать фильтр на весь дом. Я увидела комментарии по поводу душевой системы, что зря, что мы взяли черного цвета. Я очень надеюсь, что не будет скапливаться налет, потому что мы как раз-таки взяли на весь дом фильтр, чтобы вода была не жесткая. Ну, посмотрим. Ну, а сейчас мы с вами вернемся на несколько дней назад. Я решила здесь заснять небольшую мотивацию на уборку именно в детской комнате. К нам приходили гости. У детей были гости. В общем, они все вырезали, рисовали, устраивали кафе. В общем, детям было весело, взрослым тоже. И потом уже, когда мы всех проводили, я думаю, все. Надо наводить здесь порядок. Если честно, я даже не знала, за что мне хвататься. И решила первым делом сменить постельное белье. Постелить чистое. Вы уже, наверное, заметили, здесь стоят уже две кровати Кристины и Ксюши. И Андрюшину мы отдали, потому что он спит у нас в маленькой комнате. И мы подумали, все равно у него будет уже новая кроватка в новом доме. У него и у Сережи. И решили Андрюшину вообще отдать. И сейчас это полностью комната девочек. И получается такая игровая. Здесь Андрюша прибежал, взял метлу и решил тоже помочь. Под металл, потом стол мыл, собирал бумажки. Здесь у нас, кстати, был тихий час. Сереженька и Настя спали. Дальше я решила собрать весь мусор в пакет. И все игрушки убрать в контейнер. Я ничего в этот день не сортировала. Просто все собирала в контейнер. И думаю, игрушки это вообще отдельная тема. Нужно, я не знаю, часа два свободного времени. И полностью разобраться, рассортировать. Чтобы даже лишнего с собой в дом не перевозить. Бумага, конечно, у нас разлетается только так. Дети постоянно что-то вырезают, раскрашивают. Просят им печатать раскраски, опять же. Делают орегами, поделки. Тут как раз прибежала Ксюша. И предложила мне помочь. Она как раз уже приехала тогда из школы. И сделала уроки. И пришла сюда. Конечно, в плане порядка нужно постоянно все-таки детям напоминать, убирать за собой. Я порой даже не говорю об этом. И тоже моя ошибка. Потому что детям нужно говорить. Говорить, говорить. Тогда они привыкнут все убирать за собой. Здесь, кстати, Ксюшенька показывает вам, как она собрала мозаику. Им на Новый год в школе подарили мозаику. Потом еще Петя ей подарил. Еще наша нянечка ей подарили такую мозаику. Она с удовольствием сидит, кропотливо все собирает. И ей это прям очень нравится. Здесь я дала ей пакет. Говорю, Ксюш, надо все убрать по твоим столам. Причем этот стол она попросила Петю принести сюда. Этот стол мы вообще собирались выкинуть. Потому что он уже сломался. И она попросила Петю, чтобы он принес сюда ей стол. Он ей принес. Я как раз уезжала в тот день. Потом смотрю, стол там. Конечно, у ребенка должно быть свое рабочее место. Здесь, кстати, Андрюша понес сам постельное белье. Говорит, мам, я сам отнесу. У них сейчас я сам, я сам. Что у Сережи, что у Андрюши. И насчет Ксюши. Конечно, у ребенка должно быть свое рабочее место. Причем мы ей уже заказали стол. Он у нас дома. Мне на обзор приходил. И мы еще его не собирали. Решили его собрать в новом доме. И она уже, конечно, ждет, не дождется. И я ей говорила, что она все уроки может делать. Вот у нас в маленькой комнате стоит стол. Обычно я за ним сижу, озвучиваю. И она здесь делает уроки. Но она вот захотела, чтобы ее стол стоял около ее кроватки. Видите, сейчас как раз это ее кровать. Раньше была Андрюшина здесь кроватка. Повторюсь, мы ее отдали. Теперь здесь спит Ксюша. Так интересно, но Ксюша прям очень похожа на меня. Она любит перестановки. И вот как раз она взяла свою кровать сюда, передвинула. Передвинула Кристинину кровать. Причем, я говорю, нельзя девочкам двигать. Но двигают. Вы, кстати, спрашивали, не портятся ли у нас полы, когда я делаю перестановку. Вы знаете, ни одной царапины от мебели нет. Вот стены у нас пострадали. Стены у нас разрисованные. Мы, кстати, нашей хозяйке этого дома, где мы живем, сказали, что мы планируем уже переезд в феврале. Все предупредили. И я немножко нервничаю, когда она придет смотреть дом. Но как есть, так есть. Я уже мысленно представляю, что нам придется доплачивать, скорее всего. Плюс мы оставляли еще залог. Здесь, кстати, пришел Петя, и мне тоже помог кухню вынести детскую. И я хочу здесь сейчас пропылесосить ковер. Опять же, все с него убираю. Дети на нем точили карандаши. И вот эта вот стружка, она так в этот ковер впилась, что совершенно было неудобно пылесосить. Пылесос не мог все собрать. И в итоге пришлось руками все это собирать. Я попросила Ксюшу мне помочь, потому что я говорю, Ксюшенька, ну вы здесь точили, давайте вместе это уже делать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Когда я начинаю пылесосить, и возле меня дети, то точно они будут спорить, кто это будет делать. Здесь была рядом Ксюша, и она прям очень хотела пылесосить. В идеале, конечно, надо было, может, все сначала убрать, мебель вынести, потом здесь хорошо пропылесосить, хорошо помыть. Но у меня, знаете, не было такой задачи именно генерально все убрать. Я хотела, скажем так, косметически хотя бы пропылесосить, потому что у меня очень поджимало время. И, знаете, приходилось, конечно, с места на место двигать диваны, кровати, чтобы под ними пропылесосить. Здесь я как раз решила сделать небольшую перестановку, подвинула диван и повернула ковер. Потому что этот ковер тоже Ксюша переворачивала по-своему. И потом она говорит, мам, давай его обратно положим, как он был. В общем, все это перестелили, поменяла постельное белье, уже постелила чистое, заправляю кроватки, поправляю шторой. И, знаете, прям вот дышится гораздо легче. Я, конечно, хотела и окна помыть, подоконники, потом думаю, все равно сейчас скоро нужно будет полностью генералить дом. И потом уже все это будем убирать. И показываю результат, все чисто. Единственное, повторюсь, я не убиралась в игрушках, я оставила как есть. Я не убиралась в книжном шкафу, у нас дети постоянно берут книги и на место не всегда аккуратно складывают. Вот показываю как есть. Этим я уже буду заниматься в отдельное время и не в этот день. После уборки у меня как раз проснулась Настюша, я ее покормила. Пока Настя спала, Надюша помогла мне почистить картошку, это наша нянечка. Настю покормила, дала Наде и пошла готовить ужин. Быстро нарезаю картошку, решила сделать пюре. Дети любят пюре. И решила приготовить жульен. У нас хорошо его едят. Единственное, представляете, я думала, что у меня есть много куриной грудки. Была просто уверена в этом. Но в итоге у меня оказалась одна пачка и в ней было несколько вот таких вот куриных филешек. Причем были грибы, килограмма два грибов. И я думала, что есть столько же куриной грудки. И я, конечно, переживала, что ее не очень много. Но я хочу сказать, что по итогу получилось очень вкусно. Я еще буду делать салат. У нас были огурцы, помидоры, сладкий перец. Плюс еще был салат Айсберг. Я хотела делать Цезарь. Петя любит этот салат. Но в итоге я думаю, ладно, я в этот салат добавлю. Потом уже докуплю капусту эту. Сейчас я уже помыла шампиньоны, почистила их и нарезаю крупными кусочками. Потому что грибы очень сильно ужариваются. А дети любят, когда они ощущаются. Я сначала положила на сковородку куриную грудку обжариваться. Теперь обжариваю шампиньоны. Они тоже дадут довольно много воды. И когда ее останется уже немного, туда будем добавлять с вами сливки. Кстати, раньше, когда я готовила жульен, я обычно обжаривала сначала лук. Потом туда добавляла куриную грудку, грибы и так далее. В этот раз я делала без лука. И получилось очень нежно, вкусно. Я еще добавила туда мускатный орех, посолила. И было прям нежно-нежно. Я сейчас делаю салат. Помыла уже овощи. Нарезаю помидоры. Потом порежу огурцы, перец. И вот как раз добавлю капусту. Полью вкусным ароматным маслом. Немножко посолю. И все, салатик готов. Спасибо огромное за ваши комментарии. Столько было советов и рекомендаций, как приготовить гороховый суп. Мне даже стало интересно. Хочу попробовать. Потому что я уже говорила, что он у меня никогда не разваривается. Я даже блендерила. Но все равно вкус не тот. Интересно попробовать. Хочу приготовить. Обязательно воспользуюсь вашими советами, рекомендациями. И с вами поделюсь, получилось у меня или нет. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Здесь как раз уже грибы ужарились. Видите, немного водички там осталось. И как раз здесь я посолила. Надо было это раньше, конечно, сделать. Я забыла про это. Добавила мускатный орех. Все хорошо перемешиваю. И теперь выливаю целую пачку сливок. И добавляю немного муки, чтобы чуть-чуть загустело. Дальше немножечко это постоит на плите. И буду уже переливать в противень. Посыплю сыром и уберу в духовку минут на 15, пока сыр не зарумянится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, всем доброе утро. У нас один новый день. И мы собираемся ехать в храм. Сегодня большой праздник, крещение. Сереженька у нас за рулем. Держи, Настюшу. Мы пришли в магазинчик. Хотим что-нибудь взять к чаю. Сережа, мне помогать захотел? Хотела взять какой-то рулет на чай. А, и хлеб. Сереженька, давай хлебушек возьмем. Да, вот, давай. В общем, вот этот вот сегодняшний хлебушек возьмем. Такой батончик. Да, Сереженька? Такая тележечка маленькая. Сразу берем. Три батона. Так, вот, к чаю. Здесь много всего. Аккуратно, аккуратно кладем. Вот, умничка. Все? Все? Ну, а на сегодня, мои дорогие друзья, я уже буду заканчивать свое видео. Спасибо, что вы его досмотрели до конца. Спасибо, что поставили пальчик вверх. Мне это очень приятно. И я надеюсь, что мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok